Добрый вечер! В эфире итоговый выпуск программы «Бугинформ» в студии Виктория Сащенко. Как всегда, в субботу мы напомним о самых главных моментах недели ушедшей, расскажем и о новых событиях, не менее важных и интересных. Сегодня в выпуске. Где пересекаются экономика и экология. Комплекс по переработке древесных отходов в биотопливо был торжественно открыт накануне в областном центре Брещины. В спорте сила. Все те, для кого здоровый образ жизни и физкультура в приоритете, теперь получили новую площадку для тренировок. В городе над «Бугом» распахнула свои двери новая здоровая территория. Буквы разные писать тонким перышком в тетрадь. Свой профессиональный праздник в эти выходные отмечают те, кто избрал для себя непростой, но очень интересный жизненный путь. Путь наставника. Об этих событиях и не только. Прямо сейчас. Комплекс по переработке древесных отходов в биотопливо был торжественно открыт накануне в областном центре Брещины. Благодаря технике предприятие «Коммунальник», на балансе которого она и будет находиться, сможет решить проблему переработки данного типа отходов и ликвидировать карьеры по их захоронению. Уже порядка 10 лет в городе над «Бугом» существует вопрос складирования и ликвидации древесного утильсырья, что влечет за собой и ухудшение экологического состояния окружающей среды. Техника призвана исправить ситуацию. Подробности в первом материале выпуска. Комплекс по переработке древесных отходов в биотопливо – это несколько единиц специальной техники, благодаря работе которой из пней, коряк и веток, а также старой, уже ненужной мебели удается получать щепу. Последняя, как один из видов биотоплива, затем будет использована в котельных областного центра. Такой вот шаг к безотходному производству, благодаря которому можно получить и дополнительный источник энергии и ликвидировать карьеры по захоронению отходов. Пока мы планировали односменную работу, значит, порядка 110-150 кубометров машина готова перерабатывать, дробильная установка, в зависимости тоже от вида древесины, потому что на мебели она будет больше, допустим, на стволовой древесине меньше, на ветках еще меньше. В Бресте есть большое количество древесных отходов, необходимых для работы этой машины, то есть машина будет загружена 100%. Техника поступила в распоряжение коммунальника еще летом. Все это время до момента официального открытия она, а заодно и сотрудники предприятия, проходили тест-драйв. Сегодня каждый из восьми работников, занятых на комплексе, четко выполняет свои обязанности и точно знает, что, где и как необходимо делать. Перед тем, как запустить этот комплекс, все ребята прошли соответствующую подготовку. И в данный момент, после открытия, ребята уверенно управляют машинами. Эта техника очень хорошая, большая, хорошая производительность. Это техника будущего. Такой комплекс в Беларуси – первое его приобретение, введение в эксплуатацию, результат притворения в жизнь одной из инициатив проекта – содействие переходу Республики Беларусь к зеленой экономике, который финансируется Европейским Союзом, а реализуется программой развития ООН. В рамках торжественной церемонии открытия не раз звучали слова о том, что это не единственный и не последний шаг в деле развития экологически полезной экономики. Я хотел бы сказать, что я очень счастлив быть сегодня здесь с вами в такой торжественный момент. Момент открытия первого комплекса по переработке древесных отходов в Брестской области. Это событие ознаменовывает первые шаги на пути к зеленой энергетике. Это только один из проектов, призванных улучшить окружающую среду, над которыми мы работаем в Беларуси. Стоит отметить, буквально несколько недель назад Беларусь официально стала участником мировой экологической инициативы. Президент страны подписал указ о присоединении к Парижскому соглашению по климату. В рамках данного документа Республика взяла на себя обязательства по снижению уровня загрязнения окружающей среды. Комплекс, открытый в Бресте, пусть небольшой, но уверенный шаг в данном направлении. Республика Беларусь взяла на себя достаточно хорошие обязательства. Это сокращение выбросов СО2 в минус 28% к 2030 году. И я надеюсь, что в том числе те проекты, которые будут сопутствовать проекту по работе комплекса по переработке древесных отходов, соответственно, это замена энергетического потенциала брестских предприятий. Я думаю, что все это в совокупности, пусть очень маленькие, может быть, 1 миллион процента, но внесет в целом в те проекты, которые мы должны будем представить к 2030 году в целом мировому сообществу. Анастасия Стропко, Андрей Щерба, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. Первая в своем роде дворовая спортивная площадка для молодежи, оснащенная видеонаблюдением, открылась накануне в городе Надбугом. С этого дня все те, для кого здоровый образ жизни и физкультура в приоритете, могут тренироваться, выбрав то, что им по душе – теннис, футбол или баскетбол. Благо, все условия для занятий созданы. О комфорте брещан побеспокоились представители общества с ограниченной ответственностью Буддауничий рай. Именно они преподнесли такой эксклюзивный подарок областному центру и его жителям в преддверии предстоящего праздника – Тысячелетия Бреста. На церемонии открытия спортплощадки побывала наша съемочная группа. София Бережная расскажет подробнее. Такой площадки, как эта, в городе не хватало. Это отметил для себя каждый, кто побывал на открытии. За строительством объекта внимательно следили жители микрорайона Ковалева. Именно здесь, на улице Суворова, между многоэтажными домами, сегодня можно наблюдать современную конструкцию со всем необходимым для активных игр оснащением. Здесь большая площадка, здесь и футбол, и баскетбол. Здесь много чего разрисованного. Она большая, на ней можно поместиться много людей. До открытия форта мы здесь уже играли в футбол, катались на роликах. Здесь мы будем всегда ходить, близко живем. Однако не только жители микрорайона обрадовались такому подарку. Площадку облюбовали учащиеся ближайшей 25-й школы. В таких комфортных условиях заниматься одно удовольствие. Теперь ходить на уроки физкультуры они будут куда охотнее. Сейчас уже нормальное покрытие, мяча нет, чего не отскакивает. Сетка, ворота. Да и баскетбольные боли есть. Согласно распоряжению президента о подготовке к тысячелетию Бреста, в городе планируется строительство новых социальных объектов. Появление такой, можно сказать, уникальной площадки с системой видеонаблюдения. Начало хорошее, начало многообещающее. Открывается площадка, которая, безусловно, будет являться одним из главных мест для проведения досуга детей и молодежи. Это взаимодействие органов государственной власти и частного бизнеса говорит о том, что сегодня город Брест достаточно динамично развивается. И не только бюджет, но и частный бизнес в лице общества с ограниченной ответственностью «Будовничий рай» достойный вклад вносит в развитие нашего прекрасного города Бреста. Объект притягивает молодежь с первых минут, что, впрочем, неудивительно. Результат работы эффектный. Снаружи и внутри объект выглядит современно и дорого. Вопрос, он и к слову, не озвучивался. Широкий жест – знак внимания и заботы о жителях города со стороны общества с ограниченной ответственностью «Будовничий рай». Дорого она обошлась, да. Поэтому это наши деньги, это подарок городу. Я… да и не нужно это, в общем-то. Я скажу больше. Достаточно дорого. Это не… посмотрите, что здесь было, кто наблюдал. Посмотрите, какие здесь даже ограждающие конструкции, какие еще. Мы могли бы, конечно, была бы наша возможность побольше. Мы хотя бы привели в порядок то, что здесь было уже, ну, в таком занятбанном состоянии. Порядок здесь будет соблюдаться и в будущем. Контроль над объектом будет осуществляться коммунальными службами. Площадка в микрорайоне Ковалева обрела вторую жизнь. Хочется верить, что современная конструкция подвигнет горожан к активному времяпрепровождению и в дальнейшем не станет объектом варварских действий. Мы сегодня реально должны заниматься нашей молодежью, воспитанием наших детей. Ну, и взрослые должны показать пример в этом отношении. Это должны бороться за здоровый образ жизни все. И если мы все сегодня поставим, как модно сейчас говорит, национальную идею во главе, что здоровье нации превыше всего, то мы добьемся успехов не только здесь, но и на всех других направлениях. София Бережная, Андрей Щерба, Дмитрий Лазарчук, телекомпания, БУК-ТВ. Дмитрий Лазарчук, телекомпания. Для эффективного и плодотворного сотрудничества накоплен значительный опыт совместной работы, но останавливаться на достигнутом пока еще рано. Таково мнение всех участников встречи. Лариса Осмолович продолжит тему. Подписание программы сотрудничества Брестского областного исполнительного комитета с Брестской и Пинской епархиями Белорусской Православной Церкви – это еще одно подтверждение взаимовыгодного сотрудничества. Сотрудничество, которому уделяется внимание на самом высоком уровне – это объединение усилий и возможностей двух сторон по укреплению духовно-нравственных основ общества, создание благоприятных условий для решения социальных задач, стоящих перед регионом. Церковь и государство делают все, чтобы между органами государственной власти и организациями православной церкви сложились конструктивные и доброжелательные взаимоотношения. Документ, который мы рассматриваем сегодня, это уже третья программа нашей совместной работы. Мероприятия церкви и государства прочно вошли в нашу повседневную деятельность. Сотрудничество с организациями православной церкви поступательно развивается. Мы вместе доработали программу сотрудничества на 2016-2020 годы, но сохранили ее дух и основные наработки, чтобы совершенствовать совместные практические мероприятия и развивать в дальнейшем наше сотрудничество. Его необходимо продолжить. Руководитель региона подчеркнул, что за прошедшее пятилетие сделано весьма много, но новая программа предполагает не только продолжение добрых и нужных начинаний. В свыше 80 пунктах нового документа четко определены те направления, которые касаются взаимодействия в сфере социальной защиты и образования, здравоохранения культуры, воспитания духовности и любви к своему отечеству. Церковь и власть, и государство, мы дополняем друг друга, мы живем в одном отечестве, мы один народ, поэтому необходимо развиваться духовно, сотрудничать, соработничать, так я бы сказал, понимая, что это наш долг, это наша ответственность и возрождать все то, что, к сожалению, в былые времена загублено. Ну и, конечно, отвечать на те вызовы, которые делают сегодня современная жизнь. Жизнь меняется, действительно это так, люди также меняются, поэтому надо делать все для того, чтобы люди менялись в лучшую сторону, чтобы люди духовно совершенствовали, чтобы помнили свое прошлое, потому что без прошлого нет будущего. Мне сейчас зададут вопрос такой, на какие средства будете существовать? Я говорю, мы не будем существовать на добрых делах тех людей, которые захотят прийти и помочь. Вот это очень важно. Нам необходимо все-таки знать, что у нас сейчас живет общество, к сожалению, стало обществом потребительства, когда мы хотим, чтобы нам все давали. А мы предлагаем людям самим принимать участие, знание своей культуры, что опять же, ты поешь в какую-то другую страну, тебя спросят, ты откуда? Я из Беларуси. Расскажи о своей стране, расскажи о своем городе, расскажи о своей семье. Мы об этом тоже говорим, что, ребята, надо знать своих не только бабушку и дедушку, которые приходят к нам на выходные дни, но надо знать и про прабабушку, и про прадедушку, и кем они были, кем они были на этой земле. Поэтому это все тоже, это все тоже социальная работа. Почему? Потому что если мы будем знать о своих корнях, мы будем любить свою землю, мы будем любить свою родину, мы будем любить свою Беларусь. И ради нее мы горы перевернем. На встрече отмечалось, что многие двусторонние мероприятия стали традиционными. Востребованы известные экспедиции «Дорога до святынил». Ярко интересная выставка-ярмарка «Брест православный». Общественный резонанс вызвал четвертый визит патриарха московского и всея Руси Кирилла. В совместной молитве с предстоятелем каждый пришедший думал о своем, но все вместе просили о мире для себя, для своих детей и внуков. Главным, что неоднократно подчеркивали на встрече все выступающие и что отражено во всех пунктах пятилетнего программного документа возрождения духовности в обществе в каждом из нас. Сегодня без нравственности заворачиваются очень красивые обертки и преподается как норма жизни. Этого не должно быть, ведь Христос говорит, что я вчера, сегодня и завтра тот же. Поэтому ничего не должно меняться в нравственности. Это самое главное. Если человек будет нравственным, если он будет ответственным за свои поступки, то он будет человеком везде. Будь он в церкви, будь он на каком-то предприятии, будь он на работе, будь он за рулем. Этого не должно быть. Мы должны быть людьми. Об этом мы должны всегда помнить. Потому что если забудем, то потеряем правильный ориентир. Будет так по-евангельски. Если слепой ведет слепого, оба упадут в яму. Поэтому самое главное – это, конечно, духовная жизнь. Анатолий Лис на встрече обратил внимание на строительство культовых учреждений. В Брестской области зарегистрировано 68 православных приходов. Церкви строятся и будут строиться. Но к каждому строительству подходить необходимо с толикой продуманности в их необходимости в том или ином месте. Пустой, без людей храм никому пользы не принесет. Одновременно в соглашении есть пункт о совместной работе по подготовке номинационного досье на включение в список всемирного культурного наследия пяти объектов культового деревянного зодчества Полесского региона. Мы не должны останавливаться ни на минуту, так сказать, на достигнутом. У нас есть действительно храмы-памятники, которым одному из них более 500 лет, 510 лет. Есть, которым меньше – 300-200 лет. Но они строились однажды людьми. Прошли годы, и эти храмы стали достоянием не только нашего Отечества, но и мировой культуры. Это место для молитвы, место для соединения друг с другом, место для соединения с Богом. Ну и, конечно, когда мы избираем вид этого храма, архитектурный его облик, то мы тоже думаем о том, что со временем он станет все-таки памятником архитектуры, и этим храмом будут гордиться. Программу сотрудничества на 2016-2020 годы подписали председатель Брестского облсполкома Анатолий Лис, архиепископ Пинский и Луниницкий Стефан и епископ Брестский и Кобринский Иоанн. Принятие столь важного документа, по мнению участников встречи, будет способствовать координации совместных взаимовыгодных мероприятий государства и православной церкви на Брещене. Вы смотрите новости на БУК-ТВ. Говорим о важном и актуальном. Первое воскресенье октября – важный день для работников сферы образования, их профессиональный праздник. В преддверии важной даты по всей стране проходят торжественные мероприятия. Накануне слова признательности и благодарности звучали и в адрес брестских наставников. В областном общественно-культурном центре состоялся праздничный концерт. Подробности в материале Анастасии Стропко. В настоящее время педагогический корпус областного центра Брещена – это 5300 наставников, более 75% из которых имеют первую и высшую квалификационные категории. Главный результат их труда – это успехи подрастающего поколения. К примеру, с финального этапа Республиканской Олимпиады по учебным предметам школьники Бреста привезли 26 дипломов. 11 учащихся получили 100-бальные сертификаты по итогам централизованного тестирования. И это только вершина айсберга – сотни и тысячи, пусть не таких больших и значимых, но от того не менее ценных побед брестские педагоги помогают одержать ребятам практически ежедневно. Мы можем гордиться всеми нашими учителями, потому что они в профессии, они выполняют свой долг перед государством, воспитывая подрастающего поколения. Поэтому я не могу среди всех педагогов сказать, что я никем из них не горжусь. Я горжусь всеми нашими людьми, потому что все они талантливы, все они искренни, все они стараются внести свой вклад в общее дело. В рамках мероприятия наставникам областного центра были вручены дипломы, грамоты и благодарности от руководства города и области, а также профсоюза. Но слова признательности за труд звучали в адрес всех присутствующих в зале учителей, а в их лице в адрес большого педагогического коллектива города над Бугом. Мы вместе, и это самое главное, спасибо вам за все, что вы делаете, спасибо за ту поддержку, которую вы оказываете местной исполнительной власти лично мне, спасибо за те славные проекты, которые мы с вами уже реализовали, и уверен, что впереди у нас не менее интересные дела, не менее интересные события. Конечно, это я говорю о кондельстве нашего тысячелетия, нашего города. Я уверен, что именно педагоги Брещина – это та движущая сила, которая поможет нам достойно встретить этот замечательный, красивый тысячелетний юбилей. Брестские учителя признаются, такая оценка труда приятна и одновременно является хорошим стимулом для дальнейшего развития, покорения новых профессиональных вершин. Все награды важны, потому что это оценка труда. Это оценка труда за какой-то определенный промежуток времени, это оценка труда учреждения образования. Это не только оценка труда какого-то учителя или руководителя, это оценка труда учреждения образования. Поэтому, конечно, это важно. У каждого наставника свой секрет педагогического успеха, но большинство из них сходятся во мнении, что главный помощник учителя – это любовь к детям и выбранному делу. В преддверии Дня Учителя я хочу всем пожелать крепкого здоровья, счастья, благополучия и любви. Без любви к детям нельзя приходить, и поэтому любовь – основа всего. Анастасия Стропко, Эдуард Бакунович, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. В продолжение темы. Я не стараюсь привить ученикам свои принципы, я просто помогаю им определить собственный жизненный путь. Такому принципу уже не один год следует талантливый педагог, наставник Ирина Богдан. За долгие годы плодотворной работы, а это три десятка лет, учитель биологии смогла доказать себе и коллегам, что выбрала правильный жизненный путь, не ошиблась с профессией. Ирина Никифоровна подготовила не одного победителя конкурсов и Олимпиад, стала надежным другом и помощником для тех, с кем работает. В преддверии профессионального праздника наш корреспондент Анастасия Наздрин-Плотницкая встретилась с Ириной Богдан и узнала, в чем секрет ее профессионального счастья. Прозвенел звонок, и у 11-го Д-класса областного лицея имени Машерова начался урок биологии. В кабинете полная тишина. Ирина Никифоровна объясняет новую тему. Переходя от простого к сложному, педагог старается как можно детальнее разобраться со всеми нюансами. Погрузив своих любимых учеников на 45 минут, в увлекательный животный и растительный мир. Биология довольно-таки сложный предмет, особенно сейчас, когда она у нас еще добавлена и математика, то есть у нас много задач идет по биологии. Выбирают люди те, которые, конечно, любят все живое, неравнодушны к нему, пытаются сохранить. И те, которые хотят помочь людям, то есть это люди, которые пойдут в медицину. Поэтому этот профиль отличается тем, что он более душевный, он более такой спокойный профиль. Когда-то чуть больше 30 лет назад и она, выпускница, сидела за партой в школе в родном Ивановском районе. Мечтала, что станет учителем. С юных лет родители Ирины Никифоровны прививали дочери любовь ко всему живому. Наверное, именно поэтому при поступлении в Брестский педагогический институт сомнений не было. Ира будет биологом. Сегодня профессиональный выбор только подкрепляется многочисленными наградами областного, республиканского и международного уровня. Может, мы меньше, чем другие люди, чувствуем свой возраст, потому что мы находимся среди детей. А здесь, в лице, это отличается тем, что здесь подростки. Это юность. Это самый, наверное, прекрасный возраст. Поэтому это мобилизирует нас не стареть, быть такими же активными, как эти дети. Конечно, каждый педагог, независимо от стажа работы, верит в то, что его миссия правильная, нужная, важная. И это действительно так. Ведь именно в школьные годы ребенок формируется как личность, закаляя характер, развивая работоспособность и стремление двигаться дальше. И хорошо, если обучение сочетается с личным примером активной гражданской позиции педагога, такой, какую имеет Ирина Богдан. Надо всю жизнь двигаться только вперед и никогда не останавливаться на достигнутом, уверенно говорит наша героиня. И это ей удается. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Андрей Щерб, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. Гордость, достояние, богатый опыт и мудрость – все это наши с вами бабушки и дедушки, люди золотых лет. Именно они сегодня главные виновники торжества Международного дня пожилых людей. Это своеобразное напоминание молодежи о том, что нужно с пониманием и безмерным уважением относиться к старшему поколению, чтить традиции, заботиться о нем и беречь. Мероприятие традиционно празднуется во многих странах мира, и Беларуси здесь не исключение. Несмотря на то, что Международный день отмечается 1 октября, празднование этой даты началось накануне торжества. В честь Дня пожилых людей администрация Ленинского района организовала праздничный концерт и открытие необычной творческой выставки в кинотеатре «Беларусь». Сюрпризы встречали гостей праздника буквально на каждом шагу. Оригинальная выставка дачных даров, выращенных руками самих трудолюбивых виновников торжества, не могла не оставить никого равнодушным. Красочно оформленные экспозиции вызвали восторг и изумление у всех гостей. Показали свое мастерство и брестки рукодельницы. Кто-то демонстрировал традиционную вышивку, кто-то – оригинальные сувениры и игрушки. Наша задача ветеранских организаций, чтобы они не чувствовали себя пожилыми, чтобы активно участвовали во всех мероприятиях. Они все умеют – и петь, и танцевать, и рисовать, и поделки, вот увидите, какие заниматься творческим, таким прикладным. Официальная часть мероприятия проходила в Малом зале кинотеатра. В торжественной обстановке организаторы поздравили участников праздника. В их адрес звучали искренние поздравления и добрые пожелания. Это, наверное, один из самых главных праздников вообще, я бы сказала, потому что именно в пожилых людях сконцентрирована вся мудрость, весь опыт, нажитый годами. И поэтому нам так важно видеть их рядом с собой, чтобы успеть принять все лучшее, чтобы познать наше прошлое, чтобы успешно строить нынешний город Бреста и его будущее. В Ленинском районе Бреста проживает около 19 тысяч пожилых людей. Они составляют 20% от общего числа жителей. Всем им нужна забота и поддержка. В преддверии праздника была организована «Неделя добрых дел». Именно так называлась акция, в рамках которой представители Совета ветеранов и волонтеры посещали обладателей золотых лет. Мы, конечно, стремимся, чтобы в каждом трудовом коллективе любой формы собственности была создана первичная ветеранская организация. Тогда как-то спокойнее вот за тех ветеранов, за наших пожилых людей, одиноких, а их у нас около тысячи вот одиноких людей уже такого возраста пожилого в районе. Тогда они как бы под заботой, под присмотром данной первичной ветеранской организации. Наши годы проходят, уходят, и чем мы чаще с помощью нашего руководства будем встречаться, тем будет интереснее жизнь для нас, и тем будем мы памятнее для нашей молодежи, которую я лично очень люблю, очень уважаю. На торжественной церемонии награждения были вручены грамоты 30 самым активным и целеустремленным представителям объединения. Четыре ома – звание почетного ветерана Беларуси. Бесспорно, в этот день брещане элегантного возраста стали хотя бы в душе на несколько лет моложе, благодаря большому количеству положительных эмоций, вниманию и заботе по отношению к ним. Вы смотрели итоговую программу «Бугинформ». А я напоминаю, на канале БукТВ работает горячая телефонная линия. Звоните по номеру 20-6367, делитесь своими проблемами, и мы попытаемся найти способ решить их. Если вы не успели посмотреть программу в эфире нашего канала, у вас есть возможность увидеть ее на сайте booktv.by. Познавательные, важные и актуальные темы, просмотры заинтересовавших вас сюжетов – все это вы найдете на сайте телекомпании booktv.by, а также на нашем канале в YouTube. Я, Виктория Саченко, с вами прощаюсь. Хороших вам выходных дней, с добрыми новостями и до встречи в эфире. 2 октября погоду обусловит малоактивный атмосферный фронт и теплые воздушные массы, поступающие из Западной Европы. Ночью и утром в отдельных районах сгустится туман. В Бресте будет тепло и сухо. Температура воздуха в ночные часы будет колебаться в пределах 12-14 градусов выше нуля. Днем столбики термометров поднимутся до отметки плюс 22. В начале недели город Брест будет находиться в поле пониженного атмосферного давления. Днем на запад страны переместится активный атмосферный фронт с Польши. Ночью местами, днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах сгустится туман. Температура воздуха в ночные часы составит 14-16 градусов выше нуля. Температурный фон дня плюс 16, плюс 18. Субтитры подогнал «Симон»!